Всем привет, друзья! В общем, узнала я такую информацию, что сейчас в России в подвалах домов подкидывают насекомых, то есть таких, как тараканы, клопы, пши, блохи. Эта информация пришла из Новосибирска, ну и также из некоторых других городов. И санэпидстанция при этом вывешивает объявление, чтобы жители сами не травили, а обязательно вызывали санэпидстанцию. Вот для чего это делается? Ну, может быть, санэпидстанция решила подзаработать таким образом, потому что эта процедура будет платная, да? Либо, может быть, вот этих специально подбрасывают, друзей этих, чтобы они разносили шары с шипами и им подобное. И третье, может быть, когда приедет санэпидстанция, будут травить не насекомых, а именно вот жителей этого дома, да? Вот такие есть версии. И знаете, вот мне написал подписчик в подтверждении моей информации, что да, действительно, в некоторых городах, в подвалах домов или за мусоропроводами находят мешки с одеждой. И в этих мешках кишат вши. Там, знаете, ну обычная одежда. Там шапки какие-то, куртки, там носки, халаты какие-то. Обычная одежда. Но вся она кишит вшами. Вот где такую одежду можно набрать? Вы догадались, где? В психушке, например, да? Там набирают такую одежду. Либо там в каком-то бомжатнике, да, куда алкашню там всякую привозят. И людей злоупотребляющих там всякими веществами. Вот туда привозят. И оттуда набирают вот эту одежду. Запаковывают в мешки. И потом подбрасывают в дома. Где-то в потайных местах, за мусоропроводами, в подвалах. И вот такая информация начала поступать, друзья, из некоторых городов. И вот я вам сейчас еще хочу рассказать один случай, который вот прям на днях вышла вот такая новость. Вот вышла вот такая новость от 27 сентября этого года. Жители Ханты-Мансийского автономного округа напугали взрывающиеся мухи. Жители испугались мух, которые садятся на оконные стекла и взрываются. Жители обеспокоены, потому что такие насекомые могут быть разносчиками грибка. Вот как описывают очевидцы, которые видели таких мух. Муха садится на стекло со стороны улицы, застывает и взрывается. Она прилипает к стеклу и оставляет белый след. Впервые такое наблюдаю, пишет одна из жительниц. Ну, в общем, друзья, вы понимаете, да, что вполне возможно вот такие насекомые, про которых я вам сегодня рассказала, они будут являться, ну, вы поняли, да, для распространения шаров с шипами, там, каких-то подобных им шаров. Ну, вы поняли. Знаете, когда была Вторая мировая война, тоже в шеи подбрасывали. Прям подбрасывали людям в шеи. Эту информацию я знаю точно. Потому что это я знаю из рассказов очевидцев, которые я еще слышала, когда была совсем маленькой. Вот такая информация, друзья. Пишите ваши комментарии. Пишите ваши комментарии.